Всем привет! С вами Селевая НС Екатерина. Расскажу сегодня про эмоциональное выгорание. Если вы ничего не успеваете, нет сил ни на то, ни на это, опускаются у вас руки, ничего не хочется, одолевают мысли, а может быть это все-таки не мое, так бывает. Вы просто неправильно распределяете время, распыляетесь на мелкие вопросы. А времени на важные вопросы у вас не остается. Во-первых, что делать? Во-первых, запишите 150 целей, материальные и нематериальные. У кого, кто не может написать цели, ничего в голову не приходит, у меня в ютубе есть видео, как писать цели, что туда прям под диктовку, диктую, что нужно от самых мелких до крупных, все пишем, все прописываем, начиная от курса массажа, лечения зубов, прочитать какие-то книги, зарабатывать какие-то деньги, какими методами, все пошагово мы там расписываем. Ремонт, авто и так далее. Целей на самом деле очень много. Второе. Посмотрите видео стороны мечты. Если вы не посмотрите, вы никуда не поедете. И начинаем делать загранпаспорт, у кого его нет. На госуслуги заполняем просто анкету, просто платим онлайн госпошлину со скидкой там, и вы получаете через месяц ваш загран. Это все нетрудно. Смотрим, значит, видос. Потом на авито, на циане смотрим квартиру бизнес-класса. Но если у вас нет вообще квартиры, то просто смотрим квартиру, в которую вы хотите переехать. Если у вас уже какая-то есть, маленькая или без ремонта, смотрим классом выше. Если вы не посмотрите вообще, как люди другие живут, вам ничего хотеться и не будет. А если вы прям увидите красиво, у вас это будет. Вот я тоже, когда у меня была еще однушка, я ходила, смотрела побольше квартиру в том районе, который мне нравился. Я там смотрела. Все, а потом так получилось, что купила там, ну, разменяла, то есть эту однушку, добавила денег, и купила побольше квартиру в том районе, в котором я как раз хотела. Самый лучший район, да. И, ну, тогда еще я жила в другом городе, не в Москве. И все потому, что мы ставим цели, и мы сильно хотим. И все обстоятельства складываются в итоге так, что нам подфартило тут, подфартило там, тут источник дохода, там источник дохода. И все мы взяли и купили. Вот. Третье. Запишите план на ваши прошлые дни. На прошлый день. В большинстве случаев окажется, что ты ходила туда-сюда 5 часов. Просто по квартире, куда-то там, бесполезные дела. Смотрела телевизор 6 часов. Орала на ребенка 2 часа. Вытирала сопли ребенку 2 часа. Зачем, непонятно. Он сам мог. Или у него, в принципе, не особо и было. Готовила 3 раза в день. Вместо 1 раз на 3 дня. Или купила все готовое. То есть потратила на продукты 30 тысяч рублей, электроэнергию 1000 рублей, мытье, посуды, вода 700 рублей. Время затратила 1 час. А могла на эти деньги заказать на дом 120 бизнес-ланчей. Из 4 блюд, кстати. Вот. Следующее. Жаловалась подруге 1 час. Думала, что все вокруг виноваты, кроме тебя, 8 часов в сутки. Ходила на работу и тупила там, и болтала. Вот, как правило, день у людей проходит так. Которые ничего не добиваются в этой жизни. И все болтают, что у них ничего не получается. Но они просто ничего не делают. А какие действия приводят к результату? Рекрутинг. Регистрация от 2 до 25 человек в день приводит. К высокому доходу уже через 1-2 месяца. Ну, соответственно, со структурой надо работать, дать им систему обучения, стараться им все объяснить по максимуму, сколько можете. Как сами понимаете, так и объясняйте. Вот. Так что, если проанализируете реально свои дни, запишите, что вы делали вчера. Как прошел ваш день вчера, позавчера, выходные, как ваши прошли. Окажется, что это все бесполезно. Это ни одно действие не приводит к результату вашего. Не приводит к увеличению дохода, к более комфортной жизни. А это все приводит в действия, которые вы делаете непосредственно в направлении той цели, который приводит к доходу комфортной жизни. Это все пошаговые ежедневные действия, которые в результате через какой-то срок, короткий, даже приводят к такому. Ну, существенные изменения обычно через год таких действий. Ну, если речь идет, конечно, выйти там просто на директора здесь, то это месяц-два. А если какие-то уже более высокие цели и планы, да, это обычно происходит через год, исполняются такие цели, если мы плавненько к ним идем и что-то для этого делаем. Так что эмоциональное выгорание преодолевается таким образом. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.